белые обувь можно почистить при помощи старой зубной щетки и если взять зубную пасту желательно брать конечно не цветную например там красную или какую-то нужно взять обычную белую то есть вы берете небольшое количество и начинаете чистить вот этот я почистила ботинок этот еще нет думаю что разница на лицо видно наверное конечно они не будут снежно-белыми потому что они не новые но если постоянно ухаживать то будете поддерживать и такой цвет не советую вам выбрасывать пробки из-под вина с ними можно делать много чего и есть такой домашний лайфхак их можно использовать как защелки зацепки для вот таких вот пакетов чтобы закрыть то есть мы сначала делаем такой вот разрез ну а теперь когда сделали можно легко закрывать дешево и сердито следующий лайфхак касается вот банок бывает горошек и еще какие-то там овощи фрукты таких железных баночках я их не выкидываем можно использовать и сделать что-то наподобие то есть это обычная такая тряпка для уборки кухни и что-то я тут придумала то есть подставка для карандаша дешево и сердито следующий совет касается нитки с иголкой часто бывает так что нужно деть и нет под рукой ничего в виде помощника есть такие приспособления для того чтобы девать ниточку и можно это все сделать проще то есть вы кончик ниточки обрабатываете лаком чуть-чуть подождете несколько секунд чтобы высох лак и уже намного проще и быстрее одевать у меня часто бывает я пользуюсь скотчем и вот постоянно после любого там отрезания я ищу себе кончик это можно сделать при помощи скрепки но если у вас нет скрепок то можно сделать при помощи зубочистки находите край и помещаете зубочистку то есть просто и быстро и вот этот кончик я ломаю чтобы не мешался то есть быстро и просто если нет у вас скрепки если есть можно воспользоваться скрепкой следующий совет касается обуви вы пришли домой вечером и перед вами стала задача не только высушить обувь но избавить ее от посторонних неприятных запахов и поможет такой лайфхак нам понадобится небольшой кусок ваты это на одну обувь берете газету сыпите солью чем больше вы насыпите тем лучше и помещаете в обувь в таком виде конструкцию оставляем на ночь и и подальше от батареи прям близко близко не нужно и на батарею класть тоже не нужно следующий совет это как зажечь свечку особенно если она у вас использована вот так вот можно обжечь пальцы поэтому можно использовать или зубочистки и тоже очень удобно поджигать и ничего не обожглось и второй способ при помощи спагетт тоже поджигаете и готово если вы работали на кухне обожглись или даже вот у вас не было предотвестность чтобы зажать свечу обожглись вот сильно обожглись наверное у всех дома есть горчица очень кстати хорошо помогает возьмите небольшое количество если уж у вас ничего такого нет и где обожгли и натерите например пальцы или там еще где-то и боль сразу стихнет следующий совет касается вот таких вот обмылках и вроде мыться ими уже не никак бывают половинчатые бывают вот такие вот целые для этого предлагаю вот такой вот лайфхак берете губку она у вас наверное у всех есть и делаете такой вот разрез удобнее делать это мне кажется таким острым ножом только аккуратно не порежьте вот практически уже готово и нам нужно поместить туда наш обмылок так обмылок уже там и все и можно пользоваться чтобы от караэте шампанское не выдохлось используют ложку с такой вот ручкой и я не знаю почему это действует то есть вы вставляете вот так вот ложку и оно не выдыхается даже через 3-4 дня и я не знаю почему это действует но факт остается фактом вспомнила еще один интересный лайфхак совет так здесь у меня собака бродит так это касается того чтобы лак держался на ногтях имеете ввиду чтоб держался две недели ну не знаю у меня держался ну не две недели но дней десять это точно сейчас у меня гель лак поэтому я вам показать не могу но покажу как это сделать для этого нам понадобится ватный диск и обычный уксус это у меня девяти процентов то есть перед тем например как вы сделали маникюр убираете излишки сделали маникюр и вам нужно нанести лак отжали и перед тем как наносить лак протираете ногти имеется ввиду без лака протираете ногти уксусом подождите несколько минут чтобы это просохло и потом уже наносите свой лак она нет она 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 нет это она и